Сегодня как раз таки каждая из ваших команд создает свой какой-то, предложит такую-то свою идею. Дети не совсем понимают, что такое вообще промышленность. Их нужно с этим немножко познакомить, рассказать, что какие есть возможности, допустим, на том же самом нефтеперерабатывающем заводе, рассказать, что вообще такое, как там происходит работа, какие там процессы, возможно, кого-то это заинтересует, и они смогут как раз таки выбрать такое направление для себя, для своей будущей работы. Я хочу открыть для себя много нового, возможно, в будущем попробую себя в этой профессии. Сейчас мы рассказывали наши концептуальные идеи, мы их креативно представляли и пытались защитить перед остальными товарищами. Наша идея заключается в том, чтобы создать систему отслеживания на заводе. Была идея проекта создать бейджики, по которым можно отследить местоположение сотрудника, который находится на заводе. По планшету, допустим, можно отследить, где находится определенный сотрудник, нажать на эту точку, посмотреть, чем он занят. Если ему нужна какая-то помощь, можно, опять же, нажать, сотруднику самому нажать на этот бейджик, к нему придут и помогут ему в какой-либо задаче. У меня в городе есть три завода, Семаш, Звездочка, Арктик. Если я останусь там, то как раз таки на них работать и реализовать этот проект будет отличной идеей. Мы никого не заставляем становиться работниками, например, в сеной отрасли. Мы просто рассказываем, что вот так происходит на нефтеперерабатывающем заводе. А они уже сами могут выбирать, захотят они туда пойти или нет. Мы просто их хотим познакомить и расширить их даже кругозор. Мы подтверждаем, что участник успешно прошел проектировочную игру производства будущего по направлению нефтепереработка. У промышленных профессий вскоре будет очень большой качественный, я бы даже сказал, скачок, так как мы все наблюдаем за увеличением компьютеризации и роботизации данных профессий. Хочу связать свою будущую профессию, работу с промышленностью. Эта игра показала мне, как может быть устроен завод, в котором, возможно, я буду работать. Я думаю, что работать на заводе – это не постыдно, а это классно. Завод будущего!